друзья всем привет с вами я екатерина романенко и мы с вами говорим о том сегодня как же нам рассчитаться по сделке предположим вы уже нашли объект который вы хотите приобрести либо вы продавец нашли своего покупателя и вот у вас настал момент согласовать условия ваших расчетов да это очень важный момент который нужно согласовать прям рекомендую на этапе проведения задатка и уж точно ни в коем случае непосредственно за день или за 2 до сделки потому что были примеры и не один в нашей практике когда такие сделки просто разваливались потому что начинается несогласованность действий и как знаете как лебедь рак и щука у каждого у каждой из сторон у продавца и у покупателя появляются советчики появляются юристы адвокаты родственники друзья ну и конечно же наш любимый интернет который рекомендует или не рекомендует тот или иной порядок расчетов поэтому эта тема она прямо такая важная глобальная делю всегда на две части наши расчеты за наличный расчет когда наши деньги вот они у нас в руках да и когда у нас ипотечная сделка и непосредственно с помощью кредитных денег мы будем рассчитываться за за сделку поэтому вот в этом видео я вам расскажу о том как мы рассчитываемся за наличный расчет что такое вообще наличные деньги это всем понятно да что вот у покупателя есть энная сумма которую он готов потратить на покупку квартиры эти деньги у него есть до кредитные деньги банковские он не использует знаете чем мы столкнулись что покупатель говорит да они у меня есть ну вот они есть это значит вот так они у меня есть а вот то что он вам их готова дать в день сделки до подписания договора купли-продажи далеко не каждая сторона готова это сделать причина эту масса в общем-то не каждую сделку мы тоже рекомендуем проводить сразу с использованием наличных денежных средств чтобы их сразу же отдать до регистрации договора до регистрации перехода права собственности сейчас объясню в чем дело если мы видим по сделке что у нас пакет документов ну такой прям прозрачный да мы можем своему покупателю рекомендовать рассчитаться с продавцом до окончания регистрации сделки соответственно вот этот наличный расчет он произойдет налично деньги от покупателя перейдут к продавцу вот прям наличными вот тогда один деньги принес другой за деньги передал это можно это может произойти в офисе мы можем рассчитаться да и сторона продавца напишет расписку о том что на те денежные средства получил и этот расчет он произойдет до регистрации сделки в наличной форме либо стороны договорятся о том что они наличными рассчитаются после регистрации сделки но наличными это вот в прямом смысле вот тогда одна сторона деньги принесла другая сторона эти деньги приняла вот это у нас с вами обычный наличный расчет когда деньги вот так и они перешли к одной стороны от одной стороны к другой и давайте мы эти понятия не путать друзья следующий способ расчета наличными деньгами это расчет через расчетный счет что такой расчетный счет объяснять никому не нужно сейчас все пользуются сбербанком многие у многих да есть сбербанк онлайн у кого то есть расчетные счета в других банках открытое не имеет значения главное чтобы у вас был обычный расчетный текущий счет на этот текущий счет вы помещаете свои денежные средства либо они у вас хранятся на вкладе либо на обычном текущем счете какого-либо из банка и вы не хотите эти денежные средства снимать с этого счета и хотите перевести напрямую со своего расчетного счета на расчетный счет вашего продавца смотрите какие моменты здесь нужно учесть вам нужно выяснить в своем банке будет ли комиссия за перевод это очень важно а вы должны помнить что если брать нашего монстра сбербанк да то вот а у них в рамках одного филиала в рамках любого филиала вы можете перевести не более запомните полтора миллиона рублей единовременно если вы переводите из своего филиала там где у вас открыт расчетный счет то тогда вы можете перевести любую неограниченную сумму в другой банк в другой филиал ну на другой расчетный счет но в рамках своего филиала любую сумму в рамках другого филиала банка где у вас не открыт этот счет только полтора миллиона рублей уточняйте пожалуйста комиссии за переводы если это из города в город какие будут но как правило в сбербанке это не менее полутора тысяч а либо процент надо уточнять как какой именно процент будет тем если вы в рамках одного филиала планируете перевести полтора миллиона рублей в общем-то сложности у вас не возникнет если вы планируете перевести большую сумму то тогда позаботьтесь о том чтобы именно в том филиале в котором вам нужно сделать перевод а у вас эта сумма лежала в полном объеме потому что в своем филиале где договор открыт можете перевести любую сумму в чужом только полтора миллиона ну либо работать через сбербанк онлайн до переводить со счета на счет не все доверяют не все умеют поэтому позаботьтесь чтобы банк был уже предусмотрен в котором вы планируете делать перечисления если вы деньги планируете переводить уже в краснодаре купив квартиру здесь да в нашем филиале мы вам это поможем сделать и согласуем заранее за несколько дней вот эти денежные средства чтобы они аккумулировались на каком-то нужном нам расчетном счете который уже привязан здесь красно краснодарскому отделению чтобы у нас не было вот этой беготни ненужной а дальше мы обязательно должны выяснить какие же у нас будут комиссии за эти переводы до стараемся всегда сделать так чтобы это минимизировать если в рамках одного банка то там комиссия может быть минимальной либо ее вообще не будет если же вы покупатель у вас денежные средства сбербанке вашего продавца денежные средства в другом банке хранятся и он ни в какую не хочет открывать счет в сбербанке хочется чтобы в другой банк да ему поступили денежные средства значит нужно выяснить какие у нас будут комиссии за переводы в разные банки и а что можно сделать вот этот момент очень важный чтобы вы не теряли собственные деньги на зачисление со счета на счет следующий момент который при безналичном переводе нужно учесть это подтверждение перевода денежных средств за что вы их переводите да и в третий момент это каким образом это важно для продавца как же продавец может эти денежные средства снять мы уже неоднократно сталкивались с тем что в сбербанке в общем-то мы безболезненно снимаем через несколько дней денежные средства которые у нас поступили от сделки в любом объеме если это какой-то другой банк не буду сейчас перечислять в большинстве банком денежные средства должны отлежаться если мы хотим их снять меньше чем через месяц то мы должны будем банку заплатить приличную комиссию за снятие этих денежных средств ну прям прилично это не тысячи и не две а процент от суммы которая вам туда зашла поэтому потрудитесь заранее узнать уважаемые продавцы если вы планируете денежные средства получить на иной расчетный счет отличные от счета вашего покупателя в какие сроки вы можете денежные средства снять и какая будет у вас за это плата либо через месяц вы их снимете она без каких-либо ограничений на месяц они лежат на этом счете если вы планируете дальше следующую покупку или деньги вам нужны быстрее ну как-то продумайте этот момент потому что тоже будет неприятно до сделка зареги вы денежные средства получили а снять их не можете либо вы там 3 миллиона у вас зашло а банк требует у вас комиссию три процента два процента полтора процента в зависимости от сумму вашего от суммы вашего счета ну как бы такие расходы которых можно избежать поэтому повторяю если вы планируете рассчитаться безналично расчетного счета на расчетный счет при этом ваш покупатель не используют кредитные средства готовым денежные средства отдать либо до подписания договора купли-продажи либо после подписания договора купли-продажи либо после регистрации перехода права собственности когда уже сделка зарегистрировалась расчетного счета на расчетный счет предусмотрите следующие моменты первой комиссию за перевод со счета на счет разные банки да если с одного банка передаем другой получаем сроки снятия ваших денежных средств и опять же именно за снятие третий момент за снятие денежных средств будет ли какая-то у вас дополнительная комиссия в общем то вот этот момент я вам хотела рассказать по поводу безналичных расчетов а еще важная вещь если вы планируете рассчитаться без наличной рекомендую прописать в договоре купли-продажи что денежные средства будут зачислены с такого-то расчетного счета вашего покупателя на такой-то расчетный счет продавца чтобы в будущем не было путаницы если вы планируете полностью всю сумму по договору указывать и нет никаких вещей которые вы покупаете дополнительно у вашего продавца в общем то здесь безболезненно можете все это прописать в договоре купли-продажи тогда дополнительно не нужно писать никаких расписок о том что продавец что-то получил у вас будет платежное поручение на руках в котором будет указано что покупатель перечислил денежные средства со своего расчетного счета на такой-то расчетный счет продавца по договору купли-продажи это будет являться подтверждением оплаты и для продавца и для покупателя что он рассчитался по сделке подписывайтесь на наш канал он ждет еще много интересного мой телефон всегда есть в контактах звоните если будет сложно всегда помогу поясню лучше обращайтесь потому что сложностей даже в таком простом вопросе как порядок расчетов они всегда возникают и всегда как практика показывать непредвиденные поэтому очень люблю нестандартные непредвиденные ситуации лучше всегда все просчитать а уж такими делами как деньги желательно заранее подписывайтесь наш канал я всегда на связи и и и и и и и и и